Итак, сегодня у нас шестая лекция по эстетике, и в прошлый раз мы обратились к рассмотрению построек Рима Колхаса на предмет современной эстетической позиции, и делали это на примере того торгового комплекса, который он сейчас строит в центре Копенгагена. Второе – это торговый комплекс «Блокс», который предлагает решить проблему, которую Колхас в своих теоретических работах обозначил как гигантизм. До этого мы уже обращались к анализу его концептуальной такой статьи «Гигантизм или проблемы большого», но это была теория. Теперь он на практике решает эти же вопросы, строя этот самый рассуговый центр «Блокс». Прямо в самом сердце Копенгагена, оттуда несколько шагов что до ратуши, что до черного алмаза, то есть королевской библиотеки. Это прямо самый-самый центр, может быть, по аналогии с нашим суммой по местоположению относительно центра Копенгагена. То есть это прямо в самом сердце Копенгагена. Естественно, задачи, которые ставятся перед ним, это еще не достроено, естественно, здание. Это фотографии прошлой недели, а закончено оно будет, очевидно, в конце этого года. Так, как вы видите, помимо того, что мы уже рассматривали в прошлый раз, здесь целый ряд совершенно уникальных решений. Ну, напомню хотя бы основные из них. То есть торговый центр занимает площадь не города, а ту площадь, которая и так занята под дорогой. И более того, он прячет самое неэстетичное, что только было в этом месте, то есть, собственно, автодорог. Большая часть его площадей находится над и под проезжей части. Таким образом, он почти нисколько не ворудит у города. Более того, предлагает для города совершенно уникальные площадки для вида во все стороны, откуда туристы могут посмотреть за тем, в общем, зачем они туда приехали. То есть, центр Копенгагена с достаточно большой высоты. Выше здесь дома просто запрещены. На новых фотографиях, которых у меня не было в прошлый раз, видно, что он будет очень продвинутым. Он будет использовать солнечные батареи. Не знаю, насколько это эффективно в столь пасмурном месте, но, возможно, хотя бы часть энергии центра будет покрываться этими солнечными батареями. Дело в том, что в этом и суть колхозовских построек. То есть, мы анализируем его не потому, что он известный архитектор, а потому, что он подходит к данной профессии во многом, как он говорит, что он архитектор-журналист. У колхоза всегда подключается просто титаническая интеллектуальная работа. Он подключает самые крупные центры, в том числе с Microsoft работают. И здесь, я думаю, если ставятся солнечные батареи, то какую-то степень эффективности они все-таки будут показывать, даже в Копенгогене. Ну, вот так сейчас уже выглядит площадка. Здесь будет лодочная станция. То есть, этот центр предлагает совершенно уникальную услугу. Там можно будет взять лодки на прокат. Ну, на заднем плане вы как раз видите черный бриллиант, королевскую библиотеку. Тоже считается таким достаточно значительным памятником архитектуры. Это конец 90-х. Но если то здание нарочито противопоставлялось старинному Копенгогену. Оно было в пику построено. То есть, ультрасовременная такая постройка в духе пузьнего хай-тек. То есть, здесь колхоз пытается все-таки не просто обыграть контекст. Он пытается сделать свою постройку доминантой контекста, чтобы само пространство центра Копенгогена начало вращаться по иным законам, чем было до постройки его зданий. В общем-то, это особенность всех проектов. Ну, вот я уже говорил, оттуда совершенно уникальные виды, которых не может быть ниоткуда еще. Там сводоровые площадки на разной высоте. Тоже выходит как раз на черный бриллиант. Мы видим канал. С той стороны старинная застройка. И так как Копенгоген достаточно маленький, то мы уже видим даже заводскую джингу. Ну, вот так он выглядит со стороны моста через канал. Ни один фасад не повторяет друг друга. Что позволяет все-таки определить ее как постройку деконструктивистского типа. То есть, с точки зрения эстетической позиции, это деконструктивизм. Но с точки зрения того, как Колхоз вписывает ее в пространство города, это, конечно, уже не он. Потому что противопоставления здесь нет. Меня спрашивали на прошлой лекции, что было здесь до того, как Колхоз стал строить свой торговый центр. Я ответил правильно, но у меня не было фотографий. Я не мог показать. Вот фотография середины 20 века. Как вы видите, здесь был порт, причал. И было плюс еще одно здание, которого сейчас нет. Однако его снесли не под Колхозовскую постройку. Его снесли, судя по всему, достаточно давно. Тогда, когда пытались выровнять проезжую часть. Вы видите, здесь она петляла очень неудачное расположение. Такой поворот и сразу на мост. То есть здесь не было абсолютно ничего. Было абсолютно невзрачное такое место. И, в общем-то, это даже удивительно, потому что это самый-самый центр. Но по... Скорее всего, я не совсем вам правильно сказал, что это как наш ЦУМ по месту. Это скорее как наше Залятие. Потому что это как бы от самого центра в сторону реки. Но там другое дело, что это не река и канал. В Копенгаге никуда не пойдешь, придешь к каналу. Но, в общем-то, у нас когда-то Залятие тоже выглядело достаточно страшно. И теперь, в общем-то, на этом месте и строится этот торговый центр, который позволяет круговой обзор совершить. И не на видео, как это сейчас сделано, скорее всего, с квадрокоптера просто, а уже самим выйти на площадку и посмотреть город. То есть город начинает функционировать по-другому из-за этой постройки. Вот что важно. Понимаете? И она сейчас будет строить для нее пешеходный мост, который будет подводить оба берега к этому блок-центру. Таким образом, он соединяет не только прошлое и будущее. Я уже разбирал, что он отыгрывает стилевые особенности и хайдекерского черного алмаза Королевской библиотеки, и по цветам он отыгрывает Королевский дворец. То есть старинное и современное. Помимо этого, он связывает обе стороны проезжей части, находясь над проезжей частью. Он свяжет обе части с одной и другой стороны канала, и он связывает сушу и воду. Ибо туда можно и заехать, туда можно зайти, а тут же можно взять на прокат лодки. Он даже предлагает такую модуляцию в пространстве. И вот это и очень показательно для Колхаса. Мы анализировали в прошлый раз с вами, хотя бы отчасти касались эссе «Мусорное пространство». Согласно Колхасу, мусорное пространство – это такое пространство, которое не перепродумывается постоянно. Чем дольше оно не перепродумывается, тем в большей степени оно превращается в мусорное пространство. Любое пространство. Имеется в виду, естественно, прежде всего, интеллектуальное пространство. Так вот, подобный подход к центру города является своего рода дефрагментацией жесткого диска, что позволяет ему работать более эффективно. Вот ключевая задача, которую ставит Колхас перед собой. И, как видите, эта задача очень сильно отличается от тех, которые ставили творцы, люди, относящиеся к искусству в прошлим. Не то, что даже столетия, а, наверное, даже десятилетия. Сегодня же у нас лекция будет посвящена другой теме. Это то, как решается Колхаса проблемой библиотеки. Пространство библиотеки на самом деле действительно очень важная, очень интересная тема, потому что поднимались, да и поднимаются вопросы о том, не только какая должна быть современная библиотека, но и даже о том, а в принципе нужна ли библиотека в наши дни. Дело в том, что если рассматривать библиотеку исключительно как книга-хранилище, то, возможно, сейчас это уже не самый популярный источник, из которого можно получить информацию. Источник достаточно ресурсоемкий и, самое главное, что требующий достаточно больших вложений на его притяжение и развитие. И может ли существовать современная библиотека, и какой она должна, вот эту проблему и пытается решить Колхас на протяжении последних примерно 20 лет. У него есть целый ряд проектов на эту тему, которые мы сегодня посмотрим. Прежде всего на двух примерах. Один из них – это одна из визитных карточек Рэма Колхаса, и, возможно, даже одна из визитных карточек американской архитектуры в целом. Я имею в виду не стиля американского в архитектуре, а архитектурных объектов, находящихся в Соединенных Штатах. Ибо Колхас, он к Америке имеет весьма посредственное отношение. Он все-таки из Нидерландов. И первая – это постройка. Я надеюсь, что вы все знаете хотя бы визуально это здание. Очень известный архитектурный объект. Это центральная библиотека в Сиэтле, или большая библиотека в Сиэтле. Проект был завершен в 2004 году. В отличие от Копенгагенского Блокса, здесь еще очевидна яркая иконичность постройки. Блокс все-таки помещается в центре города старинного. И ему нужно, наоборот, раствориться. Ему нужно быть таким, чтобы его никто не замечал. И чем меньше он будет заметен, тем лучше он будет решать свою задачу. Здесь, в центре Сиэтла, никаких особенно старинных зданий нет. И Колхоз имел возможность построить такое здание, которое можно назвать иконическим. То, которое запоминается по его форме. Постройка, так же, как и центр Блокс, решена в деконструктивистской эстетике. Ни один из его фасадов не повторяет другой. Абсолютно все стороны различны, решена. Несколько. Фотографии посмотрим с вами. Так же, как и Блокс, эта постройка идеально вписывается в окружающий ее контекст. Но только если там контекст, это старинные здания в стиле североевропейском, то здесь это американские хай-тековские небоскребы, где много стекла и металла. Естественно, Колхоз продолжает линию окружающего его пространства. Но, как вы видите, там все небоскребы на одно лицо абсолютно одинаково. Не отличаются только высотой, ну, может быть, толщиной и в лучшем случае функционалом. Библиотека же Колхоза совершенно великой на поформе. Один раз ее увидев, ее сложно с чем-то ни было спутать. И при этом кажется, что это достаточно низкое здание, хотя на самом деле оно совсем не низкое. Это 12 этажей, это 56 метров. То есть, в принципе, это вполне такое высотное здание. Насколько я помню, там около миллиона единиц хранения в смысле книг. Это достаточно много. Не так много уж таких библиотек есть. Ну, вот очень эффектный ракурс. Как видите, со всех четырех сторон форма совершенно различна. Сейчас я этого касаться не буду, ибо до этого мы дойдем в конце лекции. Почему это так? На первый взгляд, конечно, кажется, что автору хотелось привлечь внимание к своей постройке, что он находит абсолютно оригинальную, уникальную форму, просто для того, чтобы постройка воспринималась, как это было положено в архитектурных объектах до конца 20 века. То есть, чем занимался архитектор? Он созидал форму, он управлял формой. И форма здания, и была визитной карточкой здания. Но только не для колхоза. Для него самое главное, как он сам пишет, это функциональность. Эффективность, как он говорит. Не индивидуальность, но эффективность. Но вы знаете, его эффективность, когда разбираешься во всем этом и понимаешь, как на самом деле оно работает, и вот тогда понимаешь, что это мог сделать только колхоз. То, что он выступает якобы против индивидуальности и погони за ней в творчестве, в общем-то это достаточно такая поверхностное прочтение колхоза, ибо отличить его постройки достаточно легко. То есть, просто нужно обратиться к проекту и посмотреть, насколько он продуман. Если будет дух захватывать от того, насколько там все выверено, то это колхоз. А если нет, то крайне маловероятно. Хотя внешне оно может его и напоминать. Понятно, что эти здания копируются. Это очень известный архитектор, и очень многие хотят построить там же. Но они копируют его визуально. А здесь форма вытекает из тех задач, которые туда заложены. Взглянем на интерьеры. Интерьер очень интересно на самом деле решен. В здании очень много света. То есть, оно фактически все прозрачно. То есть, в течение всего дня там можно пользоваться естественным освещением, не прибегая к искусственному фактически, или почти к нему не прибегая. И там достаточно много некрашенного бетона, что тоже создает определенный колорит, специфический такой, отсылающий к постройкам эпохи конструктивизма. Асимметрично расположены стеллажей. И сейчас вы видите, это последний этаж, отчитальный зал. Там тоже очень много света, хотя есть дополнительное освещение. Но, в общем-то, судя по самому тому света, это, скорее всего, уже вечер, это закат. Так что, здесь нужен дополнительный свет. В течение дня, судя по всему, там он не нужен. Очень интересно решено пространство возле библиотеки. Дело в том, что, чем является современная библиотека сейчас? Современная библиотека является не столько книгохранилищем, сколько центром по определенной интеллектуальной работе. То есть, библиотеки, они занимаются достаточно серьезной научной деятельностью. Там постоянно ведется научная работа. И библиотека является своего рода символом открытости знания для общества. Если средневековые библиотеки, в них книги хранились по десяти замками, далеко не каждый имел право книгу открыть и уж тем более ее прочесть, то сейчас библиотеки функционируют по принципу открытости информации и вот это полупространство, пространство, которое не является библиотечным, оно в то же время уже не является улицей, оно достаточно символично. Это своего рода свободный вход туда, где можно получить знания. И эти знания прозрачны даже на уровне самого корпуса, самой постройки. Она просвечивается насквозь. С улицы видно, что люди читают, люди работают. Там достаточно интересно это поставлено в Америке. Каждый желающий, ну кто имеет читательский билет, кто оформился в этой библиотеке, может полтора часа бесплатно работать с компьютером в интернет-сети. То есть даже люди, так скажем, самого бедного уровня могут себе позволить работать и даже писать статьи или какие-то научные тексты иного рода, обращаясь к солидному фонду, повторюсь, около миллиона единиц хранения этой библиотеки. А библиотеки, как показывает, ну лично моя практика, они сейчас прежде всего цены наличием периодических публикаций, то есть газет и журналов, особенно старых, которых, конечно, никто не сканирует и в интернет не выкладывает. То есть если такая работа и ведется, то она будет завершена очень нескоро. И если вам нужен какой-то очень старый журнал или газета за 20-е, 30-е годы, то нигде, конечно, чем в библиотеке вы его просто не найдете. Ну и, естественно, речь идет о архивных источниках, которые тоже нужно хранить, потому что, естественно, оцифрованный оригинал и, собственно, подлинник, это совершенно различные вещи. Как и всегда у Колхаса очень важна точка наблюдения. Здесь это обыграно, может, не так сильно, как в следующем проекте, который мы посмотрим, там я на этом остановлюсь специально, но здесь есть определенные места, откуда открывается отличный вид не только на город. Здесь, в общем-то, в городе просто посмотреть нечего цвета. А здесь открываются определенные позиции, где можно смотреть за другими в самой этой же библиотеке. Это определенная черта стиля Колхасовского мышления. Обычно это немножко такие нетипичные виды. Об этом тоже чуть позже вспомнилось. Ну вот вы видите библиотеку ночью. Она буквально символизирует пространство открытого знания. То есть она просвечивает насквозь практически. И библиотека, которую он отстроил только что во Франции, выглядит в чем-то похожим образом, а она тоже прозрачна. И, в общем-то, самое гениальное решение, которое здесь и обусловило форму этого здания, я на нем остановлюсь чуть подробнее. Дело в том, что все библиотеки сталкиваются с одной простой проблемой. Изначально они не могут занимать сколько угодно пространства. Но они занимают определенное пространство. А это значит, что нужно спланировать книгохранилище таким образом, чтобы книги располагались логично и в то же самое время предполагалась возможность увеличения коллекции. И рано или поздно, спустя обычно недостаточно небольшой срок, библиотеки сталкиваются с проблемой, что одни сектора по-прежнему пустуют, а другие уже забились. Значит, это надо каким-то образом переорганизовывать. Чаще всего это так и остается в таком неудобном виде, то, что вот здесь-то, вот досуда, а этот уже блок переезжает на следующий этаж или следующее помещение, хотя относится тематически к другому блоку и так далее. Потому что, естественно, спланировать, в какую сторону в наибольшей степени будут нужные для приобретения библиотеки публикации нереально. Это абсолютно невозможно. Такой не спланирует никто. И Колхас решает эту проблему абсолютно гениально. Он предлагает в качестве элемента для книгохранилища гигантскую спираль по типу многоэтажного гаража. Таким образом, стеллажи, которые располагаются по этому пространству, всегда можно раздвинуть. И увеличить именно ту секцию, которая наиболее активно закупается. То есть разделения нет никакого нигде. То есть просто номера этих стеллажей, которые всегда можно переклеить. Это никакой проблемы не представляет. Абсолютно гениальное решение. Решение, то есть целых четыре этажа книгохранилища выполнено в форме спирали, что решило кучу проблем. Основную я уже обозначил. То есть библиотека может наращивать объем своего книгофонда сколько угодно, не ограничиваясь, ограничиваясь только своими финансовыми возможностями или своими возможностями, так скажем, интеллектуальными, что вот это и не нужно. Что бы им ни было нужно, они могут приобрести. И это никак не нарушит общую драматургию расположенного там книгофонда. И это решило вторую задачу. Эта библиотека идеально подходит для людей с ограниченными возможностями. Они не обязаны обращаться к библиотеку. Дело в том, что здесь можно не пользоваться ни лифтом, ни эскалатором, а просто перемещаться на кресле каталки по этим четырем этажам. И за такое решение у Колхаса даже есть премия за постройку, которая отвечает требованиям для людей с ограниченными возможностями их функционалов. Вот, как раз он вдалеке на кресле каталки кто-то и едет. Вы видите ряды книгогранилища, они сплошные, и каждый последний чуть-чуть выше. Но это не ступенями решено, а именно пластичным подъемом таким. Вот несколько фотографий. Как заворачивается эта спираль. И вот, собственно, план здания. У Колхаса получилось, что вот эти четыре этажа не совпадают с остальными, ибо остальные идут по горизонтали, а эти по диагонали. И это единственный раз, когда ему действительно полноценно удалось изменить пол в его отношении к обычной, к ортезианской горизонтали. Вообще, на самом деле, он очень долго экспериментировал в этом направлении, потому что оно его сильно привлекало. И в 90-е годы, в начале, он создает совершенно уникальный проект. Я считаю, что это один из самых гениальных его проектов. Он не был воплощен в реалии. Это именно проект. Проект библиотеки Жютье. Это 92-93 год. Обратите внимание, насколько здесь совершенно уникальное пространство. Если архитекторы до Толхаса, например, Курбюзье, Собода Моно, создают пространство по типу ячейки, которые мы имеем везде, сплошь в современных постройках, это достижение именно мысли Курбюзье, то есть человек может занимать пространство относительно центра, ну, это типовое пространство. Оно и вверх одинаковое, во все стороны одинаковое. Из него можно слепить абсолютно любой фарбутал. Это как бы минимальная его составляющая. И значит, где бы вы ни находились, вы будете перемещаться либо по кахтазианской горизонтали, да, либо по вертикали. Но вертикаль, естественно, если на лифте, диагональ здесь весьма условная, это только лестница. То есть вы можете, ваша точка будет отличаться по приближению к центру или по приближению к входу, к выходу. Это может, конечно, иметь определенные приоритеты, то есть если речь идет не о живой площади, а о торговой площади, ну, допустим, пространство, там, выхода может быть более пристежно, например, пространство и центра. Но, в общем-то, каждый из этих точек абсолютно одинаково с точки зрения позиции взгляда. У Колхаса нет. Здесь иногда даже сложно сказать, а вообще вот эта позиция, допустим, это что? Это тот же самый этаж или это уже часть этажа, который выше него? А потом они звукаются и так далее. То есть пространство начинает флуктурировать. Что это дает? А это дает совершенно уникальную вещь. То есть где бы вы ни встали в этих постройках, ну, вот, допустим, еще один его проект, а это Агадир, где бы вы ни разместились, ваш взгляд всегда будет давать иную картинку, иной ракурс. И каждый ваш следующий шаг будет изменять эту картинку. Таким образом, он приходит к тотальной мобильности. И, получается, если мы вспомним концепцию Левица у точки зрения, то окажется, что вот она, абсолютно уникальная точка зрения, которая обусловлена самим местоположением субъекта. Но каждый его последующий шаг меняет его точку зрения, потому что он начинает видеть по-другому. Из этого вырисовывается совершенно уникальная мобильная игра взглядов, ибо, естественно, в таких помещениях не может находиться только один человек. То есть там много людей. И взаимопересекающиеся взгляды, или взгляд одного на другого в качестве объекта наблюдения, при каждом шаге изменяется. Это совершенно уникальное пространство, повторюсь, это пространство совершенно иного типа мышления. И колхозу никогда не удавалось доказать, что это возможно применить, что это можно сделать. Естественно, заказчики всегда были очень против, но я себе представляю, насколько будет проблематичным даже элементарно мыть эти помещения. Но идея абсолютно гениальна, и она получает свое воплощение только тогда, когда колхозу удается найти для нее аргументированную, совершенно потрясающую точку приложения. Вот эта спираль в библиотеке Северной. Это тоже неровное пространство, тоже каждый ваш последующий шаг меняет вашу точку зрения, но здесь это объясняется еще необходимостью в библиотеке содействовать передвижению людей с ограниченными возможностями. Это объясняется абсолютно, получается, гибким и эластичным книгофондом, книгохранилищем и так далее. То есть, как только появляется вот это решение, то есть, применить функционально эту концепцию, так она получает воплощение. Это произойдет только в 2004 году. Повторюсь, библиотека Жюсье – это начало 90-х. Это за 10 лет до. Это намного более, естественно, авангардный проект, но который, к сожалению, не был поддержан. Его учитель, учитель Колхаса Питер Айзенман, один из крупнейших теоретиков современного искусства, говорит о том, что у Колхаса очень важную роль играет вот эта игра взглядов и даже обвиняет, естественно, в кавычках его в уайеризме. Это определенного рода действительно очень тонкая игра наблюдения за другим с разных позиций, и иногда у Колхаса она правда переходит эстетическую границу. Но вот, например, так. Это тот случай, когда лучше заранее выбирать, что вам надеть. Здесь пространство по вертикали тоже расстворяется. Ну, это критический случай, но такое у Колхаса тоже бывает. Вот как выглядит библиотека в Сиэтле функционально. То есть каждый ее отдельный блок представлен совершенно различной задачей. И вот вы видите эту спираль, которая размещена относительно остальных объектов со смещением определенным. И, заметьте, даже на уровне такой схемы это похоже на книги, расставленные одну на другую. То есть оно даже на таком простейшем уровне отыгрывает ту задачу, которая на призвана эта библиотека. Вот как выглядит объект без застекления. Совершенно гениальное решение. Я уже вам говорил, что уникальность этой постройки основная – это книгохранилище в виде спирали. А вот оттуда и вытекает форма. Каждый из секторов смещается по часовой стрелке, образуя спираль в разные стороны. Таким образом, все фасады получаются абсолютно различны. И форма, которая казалась изначально, что это здание совершенно уникально по форме. Что форма и была самоцелью. Но только не для полхоза. Форма является результатом отыгрывания на уровне формы здания его начинки. А вот это может уже быть только у таких мастеров, каким является Рен Колхас. Повторить эту форму, в общем-то, наверное, любое профессиональное архитектурное бюро сможет. Хотя, заметьте, как уникально рассчитаны эти объекты. Объекты, то есть, каждый является противовесом для нижележащего. Это все консольные конструкции. Сложно рассчитать. Более того, Сиэтву, это достаточно сейсмоопасная зона. Вот так это покрывается. Стеклами, это в полупрозрачной манере пока решено, это рисунок. И в итоге мы имеем в собственности эту библиотеку. Ее форма на самом деле оказалась не выдумкой творческой фантазии архитектора, а точно отражает самое сердце библиотеки. Вот эту спиралеобразную форму книгохранилища. И более того, вот вся эта часть, которая связана с истеклением конструкции, на самом деле выполняет функцию, в том числе и несущей конструкции. Вот эти металлические опоры, эромболитные стекла, это не просто украшения. Они еще и держат это здание. Самое удивительное, что Колхасу, судя по всему, пришлось работать с пространством непустым, и более того, есть большие подозрения, что не просто с непустым, а что ему пришлось использовать части предшествующей библиотеки. Дело в том, что библиотека в Светле была достаточно много лет, старинное здание, это начало 20 века, а здание, которое нужно было перестроить Колхасу, это здание, если память не изменяет, до 60-х годов. Вот как выглядела старая библиотека в Светле, вот как выглядит новая. Заметьте, сходство есть. Особенно, если мы уже знаем вот эту идею со спиралью, самое страшное, что ее даже здесь теперь можно различить. Хотя, естественно, в этом здании, которое построено в так называемом интернациональном стиле, начало, так скажем, первой половины 20 века, эта спираль никак внутри не отражена. Но теперь, когда мы видим уже этот комплекс в виде спирали, здесь ее при желании тоже можно найти. То есть здесь продумано все. Вот и до. И не случайно это здание занимает, в принципе, достаточно серьезную позицию. Оно находится на 108-м месте в самых значительных постройках Соединенных Штатов. Дело в том, что я бы ему, конечно, дал значительно более высокий показатель, но там не только по архитектурным свойствам ценят. То есть там очень много исторически значимых мест, которые к самой по себе архитектуре с точки зрения эстетической позиции имеют самое посредованное отношение. Ну, там, о, все мемориалы. Волхасу удалось обойти, например, штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке, которую строил Харрис и Ле-Карбюзье. То есть это, так скажем, достаточно значительная постройка, и она занимает, например, 111-ю позицию. И, хотя стоит несоизмеримо больше, здесь речь идет о 2002-2004-м для Америки это едва ли не четверти хустой. В принципе. И еще хотел сказать одну интересную вещь. Обычно об этой библиотеке пишут, что вот как Волхасу, как стилисту, удается блистательно решить, сочетать строгость хай-тека, хотя это не совсем, конечно, хай-тек, но близко к нему, с яркой красочностью цветовых пятен, которые есть в этой библиотеке. Это лестницы и эскалаторы. Вот только, опять же, я согласен, что это очень красиво, это здорово выглядит, очень эффектно, особенно, когда с необработанным бетоном рядом эти желтые эскалаторы выглядят. Но я достаточно долго работал, правда, не в библиотеках, а в архивах, причем в архивах по восстановлению и верификации рукописи, подлинников, то есть в качестве текстолога. Работа эта достаточно сложная, приходится работать и с увеличительным стеклом, и с, естественно, в перчатках, и с текстами, которые представляют большую ценность. Но, если проработать так хотя бы один день, я уже не говорю про несколько дней подряд, то, когда ты выходишь после такой работы, то достаточно долго глаз, а уж не знаю, может быть и сознание, адаптируется к окружающему пространству. То есть реально достаточно легко споткнуться, упасть. И колхоз выделяет в этой библиотеке не что-нибудь, а только лиминальное пространство, то есть пороговое опасное. Он выделяет лестницу и эскалатор. Это не только эстетически красиво, это очень функционально, намного функциональнее, чем вот эти были дурные полосы на ступеньках, знаете, да, последняя ступенька. Несколько раз падал. Я, когда эти ступеньки выделяли. Сейчас вроде убрали. Здесь идет яркая подсветка, они еще и светятся, здесь этого не видно, там включается освещение внутри и они светятся желтыми. Если человек проработал долго в библиотеке, он выходит и он не споткнется, они привлекаются к себе вниманием. Это более опасная, более важная зона. И обратите внимание, не знаю, дойдем ли мы когда-нибудь до этого, сразу же несколько дверей в библиотеку. Она рассчитана на то, что туда идут именно массы народа и также масса народа могут оттуда выйти в случае экстренных ситуаций. У нас же даже в музее изобразительных искусств во время Пушкина, ну вы знаете, какой-то там вход. При том, что он строился изначально на то, что это будет посещаться ну всей страной. Я не буду говорить об орбитаже, он не рассчитан был на то, что его будет посещать вся страна. И во-вторых, там же очень много входов, такое дело, что не все они используются. А Пушкинский музей, музей имея имя Пушкин изобразительных искусств, он все-таки рассчитывался на то, что он будет использоваться таким образом. Вот, пожалуйста, новое слово, не знаю, дойдем ли мы когда-нибудь в этом направлении, в библиотечном деле. И успею еще показать вам совершенно новую библиотеку, которую только что закончила фирма Кунхаса строить. Это мультимедийная библиотека в Каме, в Франции. Понятно, что в наши дни библиотека все более и более перестает быть книгохранилищем и становится хранилищем именно информации в мультимедийном формате. Для Кунхаса было всегда принципиально, что библиотека является своего рода символом и гарантом того, что вы получаете достоверные сведения. Вы можете все, что угодно скачать в интернете, но за эту информацию не факт, что кто-то будет нести ответственность. Правильно? Не надо. Здесь речь идет о том, что ведется постоянная работа с источниками, и если даже это источники электронные, они проверены. Они проверены, что эта информация действительно соответствует высказыванию чьему бы то ни было или чей бы то ни было в научной работе. Сразу же обращается в глаза опять же сквозное пространство библиотеки. Дело в том, что эта библиотека имеет наименование, она имени Алексиса де Токвиля. А Алексис де Токвиль это такая интересная фигура. Дело в том, что это автор книги о демократии в Америке, которую многие называют тем более-менее лучшую книгу на эту тему. То есть, эта книга и ее автор являются своего рода, так скажем, эталонными представителями данного политического направления. И, естественно, одной из концепций является открытое знание. Прозрачность. Знание, прозрачность не только власти, но и знания. Ибо члены общества, которые подписываются и вступают в соглашение собраться в демократическое сообщество, они, естественно, имеют право знать. По крайней мере, в эталонной версии этого политического движения. Вот, как вы видите. На ночных фотографиях она просвечивает полностью и совершенно потрясающе эстетично отражается в воде, как бы удваиваясь. Тоже гениальное решение этой библиотеки. Она интересна по форме, она, на первую взгляд, очень странная по форме. Тоже может показаться, что это именно изыск какой-то архитектуры, на самом деле ничего подобного. Но здесь в отличие от библиотеки в Сиэтле, здесь нет такого гигантского книгохранилища, потому что библиотека преимущественно рассчитана на информацию в мультимедельных форматах. То есть здесь компьютеры, здесь проводятся всякие встречи, презентации, судя по всему, возможно, даже театральные действия какие-то. Вот второй этаж, собственно, где книгохранилище. Вы видите вторую сцену, второй лекторий, на первом этаже был лекторий. Даже на минусовом, скорее. Вот здесь огромные лектории. А, стеллажи опять же расположены, как в сербской библиотеке, асимметрично. Это, кстати, очень мудрое решение, ибо помогает, понимаете, когда оно расположено очень симметрично, оно не помогает, может быть, найти книгу можно и быстрее, в чем я на самом деле сомневаюсь, но это пространство психологически очень сильно давит. Вот эти одноатонные стеллажи, это напоминает либо склад, либо больницу, картотеку, больницу. И вот такой верхний этаж. А теперь обратите внимание на форму, откуда она выведена. Здание безупречно включено в контекст. Каждая тропинка, каждая улица отражается в той или иной линии здания, или в качестве обреза его, или в качестве позиции стен. Вот это называется вписанность в контекст. Не только обликом своим, но и самими линиями, координатами, которые она задает. Вот фотография из интерьера библиотеки, она небольшая в отличие от светлой, и она в прямом смысле слова сквозная. То есть она дает именно паноптическое пространство. Встав в центр того или иного этажа, можно лицезреть все вокруг окружающего пространства. То есть прозрачность здесь абсолютно. Также можно смещать свою точку зрения и наблюдать за тем, что происходит в библиотеке, лекторий или даже места для чтения. Как видите, они решены ярусами, и поднимаясь на различные ярусы, вы будете иметь не только различный обзор на то, что происходит внутри библиотеки, но и, повторюсь, она прозрачная. Вы будете иметь различный обзор на окружающий. Ландшафт, он там, это историческая застройка, это старая нормандия. Как всегда, Волхос работает и с пустотой. В данном случае он как бы заворачивает пустое пространство, его учитель Питер Айзенман называл это стратегиями пустоты. На самом деле, для Волхоса очень важно, чтобы само воздушное пространство имело определенную фуалу. Это тоже играет важную роль в его строениях. И вот вы видите вид из окна. С одной только позиции нашел на старое аббатство. Там старинная постройка, которая представляет историческое значение. Это тоже все отлично из этого здания видно. Городской пейзаж просматривается что в дневное время, что в вечернее. И вот эта проницаемость тотальная. Она на самом деле действительно в наши дни очень интересным эффектом обладает. Если бы такая постройка была выполнена в начале 20 века, в общем-то она бы обладала иным потенциалом. Можно вспомнить Миса Вандерое, но там это совершенно иное. Там речь идет об индивидуальном пользователе это дом на одного человека у Миса Вандерого. Здесь же речь идет о книгохранилище и в первом и во втором случае прозрачное книгохранилище это нечто подобное как новый купол над Рейхстагом Нормана Холстера. Там это символ прозрачной власти, ибо там действительно застередает нынешнее правление Германии. Здесь же это символ прозрачности здания, которое прозрачно в полном смысле этого слова. Понимаете, сейчас многим людям возможно даже сложно включиться вот в это библиотечное пространство, они к нему не привыкли, но проходя мимо, что Сиэтллской библиотеки, что этой, вы видите, что там например лекция идет какая-то, вы видите, что там сидят молодые, такие же как вы люди, что они туда заходят, и вот эта открытость библиотеки позволяет не загораживаться десятью стенами, а любой человек просто видя, что там происходит, может заинтересоваться из-за этого. Опять же, наоборот, отсюда можно смотреть за городом, это тоже совершенно уникальный вид, дает, полхоз всегда старается так расположить пространство для взгляда, чтобы вид действительно был эффект, чтобы он что-то новое давал, а не будем забывать, что на самом деле точка взгляда является очень важной вещью, ну, например, когда давным-давно наши далекие предки встали с четырех костей на дверь, они увидели новый мир. Это мир, который мы видим с вами до сих пор. Изменение позиций взгляда очень-очень важна. Есть вопросы по сегодняшней лекции? Нет? Тогда в следующий раз мы посмотрим небоскребу в творчестве прохоза. Может быть, на этом мы закончим, потому что у нас было три теоретических лекции, сейчас три же будут, скорее всего, практические, может быть, еще будет оренобонусная, и я бы хотел потом еще остановиться на постмодернистах. Хотя бы немного. Время у нас, думаю, хватит на все. Ладно, у меня все на сегодня. Спасибо, спасибо. субтитры сделал DimaTorzok. Спасибо.